Редакция газеты «МК Латвия» — это еженедельная газета на русском языке, самая читаемая в Латвии. Ее читают, по данным исследовательской компании «Кантор ТНС», почти 100 тысяч человек. Мы видим свою миссию в том, чтобы рассказывать людям о социальных правах, о их возможностях, о тех возможностях, которые предоставляют всем жителям Латвии в нашем государстве, самоуправлении. Мы абсолютно вне политики. Истинные получатели выгоды от «МК Латвия» по данным «Лурсофт» — гражданин Латвии и гражданин России. Именно эту газету приводят в пример политики. В НАТО и среди стран ЕС мы единственная страна, где самое большое печатное издание не на государственном языке. Также решение Конституционного суда показало, что русский язык здесь самодостаточный. Никто его сейчас не запрещает. Но вопрос, надо ли дополнительно за счет налогоплательщиков стимулировать, содержать двухобщинное информационное пространство, которое не всегда критически относится к преступлениям российской армии в Украине. Поэтому предложение депутатов от Национального объединения — отменить сниженный налог на добавленную стоимость для изданий на русском языке. Газет, книг, журналов. И тех, что издаются в Латвии, и тех, что сюда привозят. Для изданий на латышском или языках Евросоюза НДС оставить 5%, а на русском языке вернуть базовую ставку 21%. Этой новости в редакции МК «Латвия» не рады. Читатели — все жители Латвии. Работники редакции — все жители Латвии. Латвийское издание, латвийское издательство. Чем мы отличаемся от редакции газет, которые выходят на латышском языке, очень сложно понять. То есть как бы эта норма, с нашей точки зрения, несколько дискриминационная. Этот законопроект уже обсуждается в парламенте. Если его примут, это неминуемо скажется на стоимости газет, говорят в редакции. По их подсчетам она вырастет примерно на 20%. А это ЭХР-медиагруппа. В нее входит 5 радиостанций. Три на латышском, две нацелены на русскоязычную аудиторию. Национальный совет по электронным СМИ предлагает две инициативы, которые коснутся коммерческих радиостанций. Во-первых, отказаться от рекламы на русском. Во-вторых, передачи только на латышском. Музыки это не касается. Песни могут звучать и на русском языке. Радиочастота — государственный ресурс. Очень ценный государственный ресурс. Коммерсант ее может получить на 8 лет в порядке конкурса. Использование ресурса бесплатное, но каждая страна Евросоюза называет свои условия. В этом случае, на мой взгляд, это законная цель государства — выдвинуть условия. Вы можете пользоваться частотой, но содержание должно быть на латышском языке. Переход не произойдет в один день, говорит глава совета. Лицензию выдают на 8 лет у одних коммерсантов. Она закончится раньше, у других — позже. Однако в Латвийской ассоциации радиовещателей не видят аргументированных причин, чтобы вводить такие изменения, сообщает агентство ЛЭТа. По подсчетам ассоциации, переход на рекламу только на латышском принесет убытки. Рекламодатели будут искать другие пути к своей аудитории. А нет рекламы — нет денег, чтобы создавать передачи, в том числе на латышском языке. Мнение ассоциации поддерживает и медиагруппа ЭХР. Радиный рынок конкурирует с другими медиа. Люди пользуются интернетом. Если радио становится неконкурентноспособным, это сокращает число его пользователей. Как результат, сокращается и количество денежек, которое радио получает. Предложение от Национального совета по электронным СМИ, которое касается коммерческих радио, уже подано в парламент. Диана Озлуни, Даниил Жилинский. Настоящее время. Балтия.